Интересно, у нас администрация в городе Анапы заканчивает, что ли, свою деятельность? Вот мы сейчас находимся на речке Можепсин, год времени потопов. Посмотрите, это русло, по которому вода уходила в прошлом году, та, которая в нее опустилась. Вот то, что тут свалка на берегах, это одно, оно все заросшее, все заиленное, замусоренное. Не дай бог пойдут дожди. Ой, беда, беда будет прям. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапы на календаре. Сегодня 21.08.2022. Сегодня мы с вами поговорим об одном из пляжей возле речки Можепсин. Некогда было самым таким привлекательным, самое чистое море, прекрасное и классное. Но сейчас, допустим, в районе Феи в прошлом году попали там отводить воду с потопанных территорий, верхнего, так сказать, немножко джемоты в районе объездной дороги, самой Феи, потому что там на одном канале, бывшем, старом, который функционировал, продали участки, его засыпали. То есть, вот, беспредел бесконечный. Сейчас там, из-за того, что в тот момент была прорвана канализация, со всех гостиниц вода идет, сливается куда-то под землю, она уже начала просачиваться вверх, ну и, конечно же, сливается в реку Можепсин. От этого вода в реке, вот такая вот мутненькая, стекает туда, в море. Но все равно можно отойти в сторону, попробовать искупаться здесь, более так сказать, в чистых местах. Поэтому, я думаю, что стоит поговорить про этот пляж. Более здесь много гостиниц возле этой реки находятся, все люди туда ходят купаться. И как-то это, блин, знаете, звучит все очень страшно. Причем, люди, которые проживают возле речки Можепсин, в том районе, они обращались в администрацию, администрация, водоканал, прокуратура. Все приезжают, руками разводят, не знают, что делать, кто виноват, как так быть. Интересная, да, ситуация? Сюда можем добраться, 128-я маршрутка, либо 114-я с Витязева, либо с Анапы, с Джамате. Приехать в это место можно также на своем машине припарковаться абсолютно бесплатно. Вот здесь, с правой стороны у нас находится Лазурный берег, с левой стороны бывшая территория Северного Сияния называлась она. Теперь там большой комплекс гостиниц и небольшая территория Северного Сияния. Сзади меня был раньше Юнга назывался, сейчас это, наверное, относится к Эри. В момент работы Сердюкова министром обороны была застроена вся та территория. Как раз-таки речка Можепсин была убрана под плиты, из-за чего в прошлом году здесь у нас на Пионерском проспекте, собственно, и произошли все эти подтопления. Так до сих пор русло реки Можепсин не расчищено, не подготовлено, не дай бог, к залповым ливням. Вот такая вот фигня творится у нас, дорогие друзья. Здесь сразу предупреждение, природоохранная зона, въезд на территорию пляжа, автомото запрещен, кроме спецтранспорт. Спецтранспорт, вам скажу, тоже запрещено. Нет у нас ни один спецтранспорт, не обладает разрешительными документами для того, чтобы выезжать на пляжные территории. Это я вам как эксперт в этой теме говорю. Ни одна администрация не смогла предоставить документы, ни на один транспорт, чтобы можно было ему официально выезжать. Хотя обещали. Это, кстати, был бывший зам мэра по пляжам. Здесь люди паркуются с левой и с правой стороны на свободных местах. Пройти здесь по тенечку довольно-таки недолго. Читал вчера в комментариях, говорят, что от Азаровска одни там слова, шик и ничего более. Если бы это было действительно так, то мы сейчас с вами бы здесь даже пройти не могли. Потому что вот эту реку собственник, который купил участок у администрации вместе с рекой Можипсин, хотели перенести вот сюда, под этот забор. Здесь построить Венеция, так назывался коттеджный поселок. Хорошо, что получилось, благодаря в том числе вам, вашим репостам, жалобам в прокуратуру и так далее, вынудить администрацию города Анапы, чтобы она начала судебное приследие. В итоге забор, который здесь уже устанавливали, убрали. И многие, кто меня смотрит, об этом даже не знали. Я не люблю понтоваться с теми вещами, которые удалось достичь и не понимаю, зачем это делать. Мы живем здесь сейчас и двигаемся в будущее, надеюсь, светло. Просто вот иногда читаешь комментарии и думаешь, блин, ну что, у меня список моих дел, достижений, медальки, что ли, на себя вешать. Для чего вам это надо? С левой стороны там есть столовые. С правой стороны есть гостевые дома. Территорию бывшего пьянецкого лагеря попилили. Теперь там вот эти семейного отдыха, Лазурный берег называется. А часть территории продали вообще под отеля. Ну, я так понимаю, чтобы были средства для строительства как раз-таки и благоустройства территории самого Лазурного берега. Машин много, места тоже есть для того, чтобы, если что, припарковаться. Я бы оставался вам вначале в тенечке, чтобы потом по-быстрому туда возвращаться и выезжать. Потому что когда кончается время отдыха, кстати, сейчас у нас пол второго машин, видите, довольно-таки много. О, Клевенька на территории Лазурного берега, там горочка, смотрю, построилась и даже в очередь стоит прокатиться, чтобы с него, конечно, колючая проволока добавляет как бы колорита отдыха на Анапском юге. Это прям вообще очень круто. Мы по лавочке хотели здесь сделать асфальт как раз-таки в тот момент, когда устанавливали забор. Ну, забор мы убрали. Асфальт так здесь и не появился. А было бы хорошо, чтобы тротуар хороший, классный. С этой стороны у нас тут вообще были выставлены ролеты, занята территория досками. Ну, эти доски разобрали, ролеты только два остались функционировать. С левой стороны у нас есть кафе «Боцманк». Здесь люди приходят половить рыбу. Здесь у нас ребята развлекаются с музыкой большой. Есть косички, где поплести. Мороженый качает за 100 рублей продает. Господи, как громко это, а? Выходим на пляж Лагуна. Этот пляж, как я вам сказал, сейчас один из самых популярных на Пионевском проспекте за счет бесплатной парковки. Здесь вы можете увидеть, что есть как раз-таки возможность закрыть пляж, чтобы выезд транспортных средств не осуществлялся. С правой стороны видите зелень красивущая, но здесь дюн немножко подрезали. Вот как раз-таки под этот тротуар, чтобы слева еще помещалась проезжать машина. А сама речка Можипсин здесь так, видите, выглядит мутновато. Хотя мне не дадут соврать, люди, которые помнят ее. Хорошие времена, какая она чистая, прозрачная была всегда. Рыбки плавают в ней. Причем даже крупные, смотрите, оф! Не успел показать, а вон еще, 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 еще залетает. Вот я и привык вот так вот на прозраке видеть. Здесь мы можем тоже увидеть трассы, прокатанные квадроциклом. Прямо туда вот наверх дюну ходят. То есть с детьми поотдыхать у вас здесь не получится, по большому сожалению. Беспредел это везде. То есть вот кто говорит, да ладно, никто не знает там и так далее. Ну вот, пожалуйста, мы идем. Вот вам, пожалуйста, стоят квадроциклы. Вот такая беда. Сто процентов, как я и говорил, изначально установлены администрации. Под их руководством все это происходит. Но причем администрация сама ратовала за введение нового генплана. Обозначение днюн как особо охраняемых объектов. А в итоге продают разрешение на поездки. Печально это звучит. Пляж, кстати, здесь делится на две стороны. Как раз таки речка самой Можипсин с левой стороны и с правой стороны. Это все муниципалка. Здесь можно снять под навесиками себе лежачки. С правой стороны я вижу, что есть переодевалки, есть бар. То же самое есть с этой стороны. Присутствует туалет на пляже. Это большой плюс. И также есть вот у нас желтые флаги, спасательный пункт, пункт массажа. То есть все, что вам может только приведиться на пляжных территориях. Ну и собственно с вами квадроцикл. Лежачки здесь по 300 рублей задаются. Катамаранчики, таблетки, бананчики. Также отсюда можно полетать парашютом. Ребята отдыхают и всех сейчас обед. Ну и больше всего нам интересно, какое здесь море. Кстати, вот по поводу переполненных пляжей. Мы сейчас пришли, здесь обед людей мало. Смотрите, пройти в правую сторону. Там есть свободная территория. Но самая свободная территория на этом пляже, если пройти чуть-чуть влево. Вот видите, вот здесь вот Сибур-Юг находится. И за ним огромная территория свободных пляжей. На водоросле в воде присутствует. Мы поднимемся обед с вами и посмотрим, где море более чище. Чтобы вам определяться, как раз таки, если вы хотите сюда ехать и где купаться. Температура воздуха сейчас у берега 32,2. Ну а температура... Ох, какой бык возвращается с катания. А температуру водички вы узнаете как раз таки после нашего пролета. Требеный транспорт... Требеный транспорт... По местам правиле для саваги. Возьмите полу на 1,000 км. Подешим наулы и общая зажимая дво vegetательная стаж. Возьмите на 100,000 км. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok